Здравствуйте дорогие друзья! Мы вас рады приветствовать в центре современного искусства аурум в мастерской на песке на нашем пленэре летнем и вот сейчас лето уже на исходе как бы уже август середина августа и мы настолько наполнены вот этими природными всеми дырами запахом моря вот эти водоросли цветущие до растения моря камушки из которых мы рыбок делаем раскрашиваем их песок горячий чайки чайки с человеческими повадками понимаете мы каждый день открываем для себя что-то интересное новое и вот сегодня у нас две наших любимых подруги две наших студентки алла и людонька вот и они инициаторов этого мастер-класса они из своего поместья привезли нам вот такие прекрасные цветы которые сейчас именно на украине сухостой посмотрите какие здесь цвета эти цвета настолько как вам сказать вкусные съедобные вот как зефир вот как мармелад да как слива как ананас эти цвета хочется скушать я кстати вот всегда вам предлагаю цвета работ винсента ван гога у него они тоже съедобные мы у него учимся разно разноплановости цветовых вот этих отношений и яркости но что главное в этих прекрасных цветах что мы их должны сгармонировать между собой гармония в живописи это почти что самое главное почему так все любят моцарта потому что у него нет ни одной фальшивой ноты почему так все любят клода манне из всех импрессионистов у него нету фальшивых нот даже если он балуется в конце жизни и кидает краску как будто бы этот джаз или рок-н-ролл вы понимаете но нету у него ни одной краски не заберешь ни одну краску не подставишь туда вот посмотрите сзади меня какой прекрасный натюрморт мы с девочками выстроили и сегодня попытаемся так и назвать его середина августа сделаем такую работу и посмотрите почему-то я 70 на 60 поставила по высоте мы с девочками посоветовали что букеты являются основными героями особенно вот этот синенький полевой с улиточками да это именно то что согревает душу ностальгически если уезжаешь из украины да допустим в турцию или в египет как все любят съездить приезжают прямо как воздуха не хватает этих синеньких и этих улиточек понимаете сразу начинаешь ностальгировать и своя земля она и диктует вдохновение и она делает нам как сказать подсказки для наших будущих работ и давайте мы начнем сегодня сделаем прекрасную работу посвященную андрею тарковскому все-таки продолжаем тему тарковского продолжаем тему его фильмов я думаю что сегодня зеркало пойдет смотрели зеркало да с маргаритой тереховой сегодня вечером посмотрите там такая дружба человека с природой и дружба человека внутрь себя осознание себя как человек в себя смотрится как в зеркало да и что происходит с человеком когда он находится в дружбе и со своими предками и в дружбе со своими потомками давайте начнем и